Девушки отдыхают Хорошо, давайте думать, чем будем удивлять хозяев. Что они хотели? Насколько я знаю, они хотели какое-нибудь большое пространство для всех своих гостей. Дом мечты построили прямо в лесу. Ни одно дерево при этом не пострадало. Для детей здесь построили настоящий игровой городок. Нам не нужно определиться с местом нашей постройки. Мне кажется, мы сейчас здесь стоим, если вот эту поляну мы... Если опять мы ни одного дерева не тронем, что-то такое построим, о чем вы не знаете и не будете знать. Нам нравится место. Я думаю, что и героям нашим тоже понравится. Надеемся. Но для них это тайна. Начинаем с фундамента. Устанавливаем винтовые сваи в грунт. Почва здесь промерзает примерно на полтора метра, Значит, сваи надо погрузить немного глубже. Длина винтовой сваи два с половиной метра. Каждую винтовую сваю устанавливаем по уровню. Внутрь заливаем бетонную смесь. И привариваем оголовки. За несколько часов фундамент готов. После установки винтовых свай собираем нижнюю обвязку. Она служит основанием каркаса беседки. У нас будет эстрада раковина. Такое название она получила благодаря своей полусферической форме. Первые эстрады ракушки появились в увеселительных садах более ста лет назад. И с тех пор человечество не придумало ничего более удобного для спектакля на открытом воздухе. Семья Ивановых на своем дачном участке предусмотрела все. Кроме беседки. Гостей у них всегда много и с детьми. Даже просторная веранда дома не вмещала всех желающих. Угодить надо было не только взрослым, но и детям. Теперь здесь появилась беседка в виде эстрады. Со сценой и декорациями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова